18 октября в ИГУ прошла международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «11-е Машеровские чтения», которая посвящена решению актуальных научных проблем по естественным, техническим, гуманитарным наукам, а также методикам их преподавания. 2017 год в Беларуси объявлен Годом науки. Наш университет активно создает благоприятные условия для развития научного потенциала. Ежегодные Машеровские чтения — это великолепный шанс для молодых ученых выступить перед неравнодушной публикой, поделиться творческими идеями. Сегодня, как всегда, мы пытались говорить со студентами о науке на простом и доступном языке. Эта конференция позволяет молодым ученым обмениваться мнением, показывать результаты их работ и возможность найти какие-то дружеские контакты для дальнейшего развития исследований. В этом году конференция проходит уже в 11-й раз. Она носит международный характер, позволяя студентам из разных стран выступать с докладами, затрагивающими актуальные темы. Эта конференция была создана в память о человеке, чье имя носит наше учреждение образования. Это Петр Миронович Машеров, и в память о нем более 10 лет назад была организована такая конференция молодых ученых. Она стала традиционной, она известна широко за пределами нашей республики. В нашей сегодняшней конференции участвуют гости из разных городов Белоруссии, участвуют гости из российских университетов, в частности Псковский университет, Акородский университет, а также гости из Украины. Профессор кафедры химии, доктор педагогических наук Евгений Яковлевич Оршанский во время приветственного слова выразил надежду на то, что данное мероприятие поможет молодым ученым самореализоваться и поспособствует их дальнейшему развитию. Наука в целом в нашем университете всегда развивалась, развивается и будет развиваться. Для этого есть весь комплекс возможностей. Прежде всего я бы сказал, что здесь есть огромный сплав опыта и молодости. Здесь есть огромный сплав традиций и инноваций, прежде всего и в подготовке специалистов и в организации научно-исследовательской деятельности. Организаторы мероприятия заметили, что количество заявок с каждым годом растет, а это не может не радовать. Все больше и больше молодых людей стремится начать свою карьеру в научной сфере. Эта конференция, наверное, отличается большей масштабностью. У нас достаточно широкая география присутствующих участников. Это говорит о том, что интерес к этой конференции возрастает, он неуклонно повышается и поэтому, наверное, этой конференции жить и в дальнейшем. Основная цель проведения таких научных конференций – повышение роли и развития науки среди молодых талантливых ученых, которые являются ее двигателями. Для многих зарубежных гостей участие в Машеровских чтениях стало уже традицией. Я была в Витебске два года назад, участвовала в данном мероприятии. Мне понравилось, потому что это совсем другой уровень – это возможность показать себя, продемонстрировать тот материал, который есть. Ну а помимо всего прочего, наши научные руководители, они отправляют нас участвовать в конференциях, как раз-таки в чтениях для того, чтобы опробировать свои курсовые и дипломные работы. На то, чтобы приехать на эту конференцию, меня, в общем-то, вдохновили рассказы о самой стране, о красоте Беларуси. Научные конференции – это возможность для студентов проявить себя, углубиться в интересующую их тему, заняться исследованием самых разнообразных аспектов. Когда мы пришли в университет, нам очень подробно рассказали про активную студенческую жизнь и также про то, что здесь проводятся научные конференции, на которых можно проявить себя, выступить. Я поступил на исторический факультет, и там занятия наукой, как бы самой подвигается факультетом. Нам очень много об этом рассказывали научные руководители. Я начала заниматься наукой, так как мне это интересно, узнавать что-то новое для себя, и также что-то новое рассказывать другим о каких-то аспектах юридической деятельности. Такие конференции в будущем помогут развить саму себя и как-то найти какую-то новую информацию. Я бы посоветовал всем студентам заняться наукой, так как это всегда пригодится в жизни. Новые знания, новые открытия, новые достижения. Наукой надо заниматься, потому что это интересно, это расширяет кругозор не только ваш, но и той публике, которую вы представляете. Науку надо популяризировать, а это возможно только за счет таких молодых, активных ребят, которые действительно принимают в этом участие и стараются привлечь к этому общественность. Машеровские чтения помогают встретиться увлеченным научной деятельностью людям из разных городов и стран на одной площадке, обменяться опытом, почерпнуть новые идеи и провести время с пользой. Ольга Темрюк, Яна Молчанова, Андрей Юрченко, ТВУ